В медиапространстве активизировались дискуссии о наследии Владимира Ильича Ленина. По умыслу западных партнеров мы все чаще сейчас сталкиваемся с фальсификациями истории. И если с вами будем честны перед прошлым, то признаем, что и Великая Победа 45-го, и освоение космоса, и ракетно-ядерный щит, все это прямо основано на фундаменте ленинско-сталинской модернизации. Как известно, Ленин был ярким и саркастичным полемистом. Как талантливый спортсмен в единоборствах он не пропускал ударов в острых дискуссиях, он афористично, образно, жестко отвечал на любой выпад и не щадил тех, кто допускал лукавства или нелепости. Он бичевал не только реакционеров, но и ультрареволюционеров. И все именно потому, что Ленин был стопроцентным большевиком. Отцелью большевиков было не разрушение государства, а замена его конкретной формы. Они боролись за замену государства, которое провозглашало демократию для всех, а служило явному меньшинству. За замену государства, которое посадит в тюрьму укравшего булку, но изберет в парламент укравшего железную дорогу. За замену государства олигархии на государства трудящихся. В работе государства и революции Владимир Ульянов Ленин решительно развенчал анархические призывы немедленной и полной отмены государства. Это Ленин руководил страной после октября 1917-го, восстанавливал Россию после разрушения Первой мировой и гражданской войн, после иностранной интервенции, делал это успешно. Ох, как талантливо отутюжил бы Ленин тех, кто заявляет, что большевики стремились разрушить все до основания. Ни Ленин, ни большевики этого никогда не говорили. Вячеслав Викторович часто подчеркивает значение политической культуры, это правильно. И это нехорошо приписывать оппоненту то, чего он никогда не говорил. Не говорил Ленин, что все нужно разрушить. Он действительно действовал ради того, чтобы разрушить мир насилия. Но если вы против этого, то скажите об этом честно. Скажите, что вы за насилие. Скажите, что вы за право сколачивать многомиллиардные состояния за счет грабежа миллионов людей. Что вы за массовую коррупцию и за массовую тогда нищету. И что ровно поэтому вам и не нравится Ленин. Это не Ленин всянул Россию в Первую мировую. Это империалистические круги развязали войну ради передела планеты. Они и сегодня выдвигают вперед таких политиков, как Дональд Трамп. С какой программой шел Трамп на выборы? Прекратить военное вмешательство США по всему миру. Иногда он даже пытается следовать этой своей предвыборной установке. Да кто ж ему даст? И потому на практике США наращивают военные расходы, выколачивают деньги из союзников по НАТО, развязывают новые военные авантюры. Небольшевики в годы Первой мировой расплодили коррупцию и расставляли начальников, лишавших армию снарядов, а рабочих хлеба. Небольшевики в сгоре с правительством Англии и Франции передавали власть в дни февральской революции представителям самой крупной российской буржуазии. Не они и потом продолжали гнать русских солдат и крестьян на убой. Ни Ленин виновен в распаде страны, когда о самостийности объявляли и в Финляндии, и на Украине, и даже в Сибири. В то роковое время только большевики предложили программу восстановления. Только они оказались способны спасти рассыпавшуюся Россию, спасти и воссоздать. Страну пересобрали. Пересобрали на самых перспективных основаниях. На тех, что позволили одержать многие победы, и победу над фашизмом в том числе. И нет никаких сомнений в том, что политики, в политическо-государственном отношении Иосиф Сталин стоял на плечах Владимира Ленина. Начало сентября 2017-го. Ленин пишет работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он по пунктам изложил меры, которые могли отодвинуть Россию от катастрофы. Среди них госконтроль над банками, национализация синдикатов, создание потребительских качеств. Коллеги, повнимательнее. Как известно, эти меры сработали после победы большевиков. Не случайно и сегодня. Программа КПРФ «10 шагов» Гзюганова начинается с требования национализации. В невероятно тяжелых условиях 2017-го года Россию не могла спасти парламентская республика. И Ленин выдвигает иной принцип – республика советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране снизу доверху. И этот принцип не был искусственно сконструирован в кабинетной тиши. Он имел глубоко народное происхождение, вырастал из крестьянской общины и рабочей артели. Вот почему широкие массы, имея порой весьма смутное представление о большевизме, приняли власть советов как свою. Не Сталин и не Дзержинский, не Бухарин и не Луначарский, а Николай Бердяев писал, только большевизм оказался способным овладеть положением, только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям. Бердяев не принимал коммунистических идей, но сохранял элементарную объективность и потому писал, «В 1918 году, когда России грозили хаос и анархия, в своих речах Ленин делает нечеловеческие усилия, чтобы дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и учению, к положительному строительству, а не к разрушению. Он громит революционное фразерство, обличает анархические наклонности и совершает настоящее заклинание над бездной. Он останавливает хаотический распад России». Все было именно так. Первые же декреты советской власти о земле и о мире ответили на ключевые вопросы измученной страны. Хозяевами России стали те, кто создавал богатства, а не прожигал их в парижских кабаре или в казино на Лазурном берегу. С некоторых пор у нас вновь появилась прослойка тех, для кого Куршавель привычнее и роднее Архангельска, Якутска или Твери. С этим-то и связаны во многом нападки на Ленина. Его советское государство отбросило законы грабежа и поставило в центр политики интересы простых людей, интересы большинства, 90% населения. В этом смысле, хоть в теории, хоть на практике, мир не знал больших демократов, чем Ленин и большевики. То, что не хотят понять современные антисоветчики, хорошо понимали лучшие умы России. Недаром офицеры царской армии массово пошли служить в армию Красную. Алексей Брусилов, Алексей Поливанов, Андрей Зайничковский и другие русские генералы специально обратились к офицерам после начала вторжения панской Польши. Обратились с такими словами «Отстоять во что бы то ни стало, дорогую нам Россию, и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно сможет пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли родной русский народ и загубили свою матушку Россию. Вот то, коллеги, что нельзя предать забвению, то, что должно звучать в каждом школьном классе, что дает уроки для нас сегодняшних. А вот, милое сердце, у некоторых белое движение беззаветно, безвозвратно запятнало себя предательством государственных интересов. На первом заседании Аполлаты в этом году Вячеслав Викторович справедливо цитировал Черчилля. Его стоит цитировать по многим поводам. Как государственный деятель он, конечно, уступал Ленину и Сталину, но ему не откажешь ни в карьерном успехе, ни в остроумии. В 19-21 годах сэр Уинстон Черчилль, занимая пост военного министра Великобритании, откровенничал. Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив, русские белогвардейцы сражались за наше дело. Так что довольна романтизацией белого движения за государственный счет. Колчак, Юденич, Деникин цинично торговали территориями и ресурсами страны. Это они открыли двери иностранным интервентам. Это они были готовы топить свой народ в крови. Ценой неимоверных усилий большевики отбили вторжение. Патриот Ленин смог прогнать интервентов. Как он писал, ту Россию, которая освободилась, которая выстрадала свою советскую революцию, эту Россию мы будем защищать до последней капли крови. Защищать, а не разрушать до основания. В самые страшные годы гражданская война советское руководство смотрело далеко вперед, закладывало основы будущего развития. Это были не Ельцина, Гайдара и Чубайсы, рушившие страну, чтобы забить гвозди в крышку гроба коммунизма. В отличие от либералов, большевики не закрывали институты и не громили академическую науку. За два тяжелейших года, 18-19, в России создано 33 научно-исследовательских института. В Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах открыты новые университеты. В районе Курской магнитной аномалии и на других территориях работали комплексные экспедиции академии наук. Грандиозной, не знающей аналогов, стала программа электрификации. Благодаря ГУЭЛРО количество электростанций в России выросло за 10 лет в 12 раз, а их установленная мощность в 18 раз. Но были проекты и грандиознее ГУЭЛРО. Им стало образование Союза Советских Социалистических Республик. Интернационализм помог объединить сотни национальностей в одну большую семью. Семью с общими целями. И будучи интернационалистской, партия большевиков решала русский вопрос гораздо успешнее, чем решали до этого все самодержцы. Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не более чем раз в столетие. И вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему. Не коммунист произнес эти слова. Их сказал английский математик и философ Бертлан Рассел. Ярких цитат о Ленине много. Давайте попробуем и мы объективно оценивать этого великого государственного деятеля. Слишком серьезные угрозы стоят сегодня перед Россией. Уроки нужно учить. Спасибо. Спасибо.